Все-таки в тему Энтерпрайза, наверное, еще хочется копнуть твой опыт относительно, любые комментарии относительно, возможно, замеченной неповоротливости Энтерпрайза с точки зрения внутренних процессов. Как-то вы с этим работаете или научились гибко и быстро там просачиваться туда, куда хочется? Неповоротливость. У нее в корнях слишком большое пересечение сервисов, не следование сервисо-ориентированной архитектуре, первое. Второе. Неясность и непрозрачность бизнес-процессов для всей команды. Вот это ключевые вещи, которые, когда начинаешь разруливать, каждое следующее действие начинает ускорять команду. Каждый расшитый конфликт – это сильное ускорение. Это действительно можно делегировать теперь разные задачи. Потому что еще проблема-то в чем? Именно такая сложность IT-систем не позволяет бизнесу целиком отвечать за собственный результат. Вот представьте бухгалтера, который полностью отвечает за свой результат. И представьте бухгалтера, который вроде бы как теоретически полностью отвечает за свой результат, но поскольку у него все в технологии и все в программе, он не может поменять программу, и он ждет по полгода своей фичи. Можно ли спросить его за результат? Нельзя. А есть ли у него на этой стадии желание сделать результат? Есть. Есть, но пассионарность утрачивается. Потому что ты понимаешь, что, блин, чтобы получить эту зеленую фичу, мне теперь надо полгода. Понятно, что... Но продавливать он не пойдет. Да, и продавливать не пройдет. И поэтому расшивка конфликтов и приведение цифровой копии ближе к... С каждой новой итерацией, чем ближе цифровая копия к реальному положению дел в предприятии, тем лучше всем. Потому что айтишники видят, что их пропускная способность, их поток задач сильно увеличивается. Бизнес перестает пребывать в апатии. Потому что, а, чего не придумай, все равно сделано не будет. И это начинает... То есть, поэтому я не вижу в энтерпрайзах проблем... То есть, да, иногда бывают проблемы в плане бюрократии, тендеров и так далее. Но это... На каком-то уровне эти проблемы перестают существовать. Обычно нам что о делах закупки говорят? Или там продуктованеры. Вы потерпите. Да, у нас там 25 бумажек. Их надо будет 25 раз еще пересогласовывать. Но потом все будет нормально. Да, ну и если есть желание двигаться в... А у всех есть желание. Все хотят сделать хорошо. Да, мы не встречали человека, который бы сказал, я хочу сделать мне, пожалуйста, проект, но ни в коем случае не лучше, чем он задуман. Да, как бы сделать вот точно так же. Вот, как я придумал. Может быть, не додумал. А может быть, еще мне вообще эту задачу спустили снизу. В смысле, сверху. Финальный вопрос от тебя. Финальный вопрос. Ну, мои финальные вопросы будут касаться там стратегии развития и всего остального, но это будет уже за рамками этого интервью. Затем соответствую. Продолжение следует...